На второе заседание Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса съехалось огромное количество людей из Северного Кавказа, Турции, Сирии и других стран, где проживают диаспоры. Большая встреча состоялась в зале кабинета министров Абхазии. Стенды с продукцией местных производителей, чтобы все гости мероприятия смогли с ними ознакомиться, организовали представители государственного инвестиционного агентства. Вот у нас тут джемы представлены, абхазские сады. Это проект льготного кредитования, один из проектов, который получил кредит. И вот наше госинвест-агентство как раз и мониторило этот проект, и помогает на всех стадиях развить этот проект. Продукция пивоваренного завода Сухумского, вот здесь в основном у нас лимонады представлены, ну и несколько видов пива. И молочный завод у нас здесь представлен. Кстати, молочный завод это республиканское унитарное предприятие. Вот они вот уже производят кефиры два вида, производят мацони, сыр производят, творог производят, ну сметану производят. Отведать абхазскую продукцию участники заседания смогут уже в перерыве. Однако до этого необходимо провести серьезную совместную работу. В повестке дня важные вопросы, касающиеся организационных моментов и не только. Первое заседание седьмого конгресса состоялось в Абхазии 8 декабря 2017 года. Мы взяли паузу после первой части для того, чтобы доработать на устав, который в первой части нашего конгресса мы приняли за основу. И сформировать членов высшего совета, членов ревизионной комиссии. И, конечно же, подготовить обещанную презентацию информационного интернет-портала. Продолжил свою работу конгресс под руководством проректора Государственного университета Крачево-Черкесской республики Сергея Пазова. Добрый день, уважаемые телегаты. Все, кто сегодня собрался на втором заседании нашего очередного седьмого съезда. Все, кто приехали с открытой душой, чтобы сохранить наш народ и посодействовать его развитию. Доклад о доработке устава ВААК участникам представил Муса Экзеков. Документ был переведен на языки государств, где проживают Абхазо-Абазинские диаспоры. Так что над ним смогли поработать представители Абхазии, Турции, КЧР и многих других регионов. Понятно, что устав написан в соответствии с законами республики Абхазия. И, конечно, сегодня я думаю, что работая дальше, я считаю, что устав достаточно хорошо проработан, чтобы его принять сегодня и дальше стартовать нашу деятельность. Первым в прениях выступил советник президента Абхазии по науке и культуре. Владимир Зантария отметил, идея необходимости объединения, направленного на сохранение этноса, многие годы назад, была озвучена Владиславом Ардзенба. Конгресс Абхазской диаспоры и ГУЛАД После этого Владислава Ардзенбаргеву изозвозь абстанциейча нагаква аджирвен И мачем язгватас, яварджас, айдееква, хшелисцарапар, уртаргераказгэн, хайвлор, ретнокультура, хачра, айкорхара, хатобизчокорыхчера, рчера, хзепшторых адзиргара. Председатель Абхазской диаспоры в Москве также выступил в поддержку представленного устава. Беслан Аграба подчеркнул особую важность двух пунктов документа. По его мнению, каждый должен вносить посильный вклад в становление независимого абхазского государства. Там есть такие пункты, когда речь идет о целях работы самой организации. Это создание необходимых условий для возвращения представителя Абхазо-Абазинской диаспоры на историческую родину, участие в экономическом, социальном и культурном развитии Республики Абхазия. Мне кажется, что главная идея, главная задача абхазо-абазинского народа, наша задача и всех диаспор, и не только те, которые проживают в России, а это абхазское государство. В результате работы съезда новая версия устава была одобрена его участниками. В соответствии с повесткой прошли выборы членов Высшего совета. Руководителем его абхазской ветви стал доктор филологических наук Вячеслав Черегба. Всего от каждой из сторон были представлены по шесть человек. Помимо Черегба в Высший совет от Абхазии вошли Нурик Варчия, Джамбул Инджгия, Инвер Алшундва, Марина Барциц, Арда Ашуба. Кроме того, в рамках Конгресса успешно состоялась презентация Всемирного информационного абхазо-абазинского портала.